Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» ее ведущая Наталья Казанцева. 16 июня 1896 года в деревне Адамовка Изюмского уезда Харьковской губернии в семье Бориса и Глафиры Максимовичей родился первенец, названный в крещении Михаилом. Мальчик от рождения был слабеньким и болезненным, так что родители часто переживали за его здоровье. Однако это стало одним из стимулов рано развившейся религиозности мальчика. Еще одну важную роль в его жизни сыграло неоднократное паломничество вместе с родителями в ближайший Святогорский монастырь. После посещения обители маленький Михаил даже своих солдатиков переодел в черную одежду и стал играть в монастырь. А ежедневное чтение житий святых и долгие молитвы перед иконами все больше и больше укрепляли его в стремлении стать монахом. Так начинался подвижнический путь святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, о котором рассказывает эта книга. Книга «Святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Франциский» вышла в свет в издательстве «Благовест» и предназначена для широкого круга читателей. В ней представлено жизнеописание святого, рассказ об обретении честных мощей святителя и чудотворца Иоанна, его прославлений и почитаний, свидетельство о прижизненных и посмертных чудесах, явленных по молитвам к святому архипасторю, поучение, взятое из творений владыки Иоанна, акафист святителю. Также в книге представлены три приложения, в которых читатели найдут рассказ о русской православной церкви за границей, воспоминания о святителе Иоанне и историю собора иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радость, строительством которого руководил владыка Иоанн. В настоящее время этот величественный пятикупольный собор является одной из достопримечательностей города Сан-Франциско и духовным центром русского православия на западном побережье Америки. Главная святыня собора — мощи святителя Иоанна, чудотворца Шанхайского и Сан-Франциского, обретенные нетленными в 1993 году. Во время прославления святителя Иоанна в 1994-м мощи были перенесены в храм из усыпальницы под собором. В Северной Америке его мощи являются единственными полностью нетленными мощами. По субботам до всеночной перед ракой с мощами святителя Иоанна служится молебен. Святое масло от неугасимой лампады, находящейся у раки, высылается по всему миру для тех, кто ищет помощи от святителя. Доступ к мощам святителя открыт постоянно. Как отмечает в предисловии книги ее составитель Анна Маркова, святитель Иоанн Максимович по праву называется вселенским чудотворцем. Его деятельность проходила на четырех континентах, а почитание за весьма короткий срок со дня его кончины распространилось куда шире. Везде, где есть православные храмы, почитается имя владыки Иоанна. Этот святой очень близок к нам. Его служение проходило в XX веке. От нас его отделяют всего 50 лет, и еще живы те, кто общался с ним при жизни. Тем не менее, его жизнь напоминает житие древнего святого, преподобного или юродивого. Он родился в дворянской семье на Украине и с ранних лет стремился к монашеству. Его родители, напротив, старались дать сыну хорошее светское образование и мечтали о том, чтобы он сделал карьеру в миру. Будучи послушным сыном, он лишь молился Богу об устроении его жизни в монашестве. Революция и гражданская война разрушили весь традиционный уклад. И семья Максимовича оказалась в эмиграции в Югославии. Здесь Михаил Максимович, будущий владыка Иоанн, смог, наконец, осуществить свою мечту — получить богословское образование и принять монашество. Он был пострижен в Мельковом монастыре в Югославии. Со дня своего пострига и до кончины он вел строго подвижнический образ жизни. Основой его подвига были пост и молитва. Обычно он принимал пищу только один раз в день. А во время Великого и Рождественского постов вкушал только просфоры. Все ночи он проводил в молитве, лишь ненадолго забываясь сном прямо на полу перед иконами. Его рясы и подрясники всегда были из самой дешевой ткани. В любую погоду он ходил либо в сандалиях на босу ногу, либо вообще босиком. Лишь после строгого замечания архиерейского синода уже в конце жизни он стал носить ботинки. Строгое подвижничество сочеталось в святом Иоанне с великой христианской любовью. Он никогда не держал ни на кого зла и каждого готов был принять как родного человека. Очень скоро после пострига он по послушанию вынужден был оставить Мелькову обитель и нести служение в миру. Рукоположенный ваиромонаха он несколько лет занимался преподавательской деятельностью, а затем, согласно избранию зарубежного синода, был избран епископом шанхайским, векарием пекинской епархии. Прибыв на служение в Китай, святитель столкнулся со многими проблемами. Это и церковное разделение, и недостаток материальных средств в епархиальной казне, и страшная бедность паствы. Владыка Иоанн никогда не был ни хозяйственником, ни политиком. Он был подвижником и молитвенником. Но, тем не менее, ему удалось и преодолеть церковное разделение, и наладить хозяйственную сторону епархиальной жизни. При этом он никогда не забывал о своей пастве. Для помощи нуждающимся он организовал детский приют и разные благотворительные организации. Когда после Второй мировой войны в Китае пришли к власти коммунисты, владыка Иоанн вывез свою паству на Филиппины. А следующим местом его служения стала Западная Европа. По решению архиерейского синода зарубежной церкви он стал архиепископом западноевропейским. Здесь все разделения были уже оформлены, и жизнь паства более или менее налажена. Так что владыка Иоанн смог больше времени уделять миссионерской деятельности. При этом он не оставлял своего подвижничества, к которому привыкла его паства, но к которому удивлялись инославные. Как известно, среди французских католиков он прослыл святым Жаном Басым. Как и православное паство владыки Иоанна, они чтили его дар чудотворений и обращались к нему за помощью. Но после десятилетнего служения в Западной Европе святитель вновь по послушанию переехал на новое место служения – в Америку. Последняя кафедра, Сан-Франциская, стала для святителя Иоанна Голгофой. Здесь он столкнулся с противодействием ложебратьи. Не понимая высокого духовного устроения владыки Иоанна, его христианской любви ко всему миру, они готовы были стереть его с лица земли, что было крайне тяжким испытанием для святителя. Но святитель Иоанн уже стоял на пороге Небесного Царства. Причувствуя свою кончину, он отправился в архипастерскую поездку по епархии, во время которой и отошел ко Господу 2 июля 1966 года. Протеерей Петр Перекрёстов, более четверти века проходивший свое пастырское служение рядом с мощами святителя Иоанна и будучи свидетелем бесчисленных чудес по молитвам владыки, отмечает, что все это убедило его в том, что святой Иоанн живет и действует как живой. А по словам публициста Егора Холмогорова, святителю Иоанну было суждено явить в середине XX века пример того, что дары Святого Духа не оскудели в наше время. Лишь бы были те, кто достойных принять. Он был великим молитвенником и аскетом, чудотворцем и целителем, пророком и старцем, богословом и церковным деятелем, наконец, исповедником, юродивым и мучеником. В одном слабом человеке сошлось столько ярких благодатных дарований, что вновь и вновь напоминает нам о том, что сила Божия в немощи совершается. Об этом свидетельствует жизнь святителя Иоанна. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.